Что происходит в оккупированных городах, нам каждый день рассказывают обычные люди. Давайте послушаем и посмотрим Донецк и Луганск. 35 гривен сахар, хлеб тоже самый дорогой, капуста очень дорогая, морковка, буряк, лук, все очень дорогое. Чай, кофе, сумасшедшие цены. А слышны ли выстрелы? У нас в Киевском районе очень слышны. Вчера полдня мы там были и полдня мы вот это вот все выслушивали. Ну, куда деваться. С 25 числа похоже, что мы переходим на рубли, предположительно в соотношении 1 к 2. Но это, конечно, для нас очень большой удар, потому что рубль не может быть в таком соотношении с гривней. Мы очень сильно еще дополнительно потеряем. Народ у нас здесь очень радуется, что, возможно, электронные пропуска резко облегчат въезд в Украину. И получение этих пропусков для наших людей, которые бесконечно должны простаивать и ждать огромные сроки для того, чтобы получить этот бумажный квадратик. В городе скоро будет экономическая катастрофа, потому что весь город завален мусором и канализация течет. Никто не хочет не заниматься местной мастерой, вообще к этому не касается. Зарплаты не платят, продуктов в магазине нету. Ничего не купишь, даже то, что необходимое. Лекарства тоже нигде не купишь. Там у меня у бабушки, например, нужны сердечные лекарства принимать каждый день. Завоза у нас нету абсолютно никакого. Ну, помогают, присылают. Ну, в принципе, так и живем. Очень много военных. Как блокада была, так она и остается. Война-то продолжается, поэтому, как сказать, о какой безопасности можно говорить. Все равно в городе очень напряженная ситуация. Вот сам по себе остановка, она сама по себе напряженная. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!